Всем здарова, на связи Лёха Такс и в сегодняшнем видео, это уже третье видео на моём канале по игре Рапира, которую мы вместе с вами делаем, в нашем телеграм-канале активно ведём, в общем-то, разработку, вместе с вами тестируем, вместе с вами решаем, что и как будет реализовано в нашей игре. Это важный момент, который нужно сразу обусловить. Мы вот реально стараемся сделать максимально так, чтобы у нас сформировалось сообщество, комьюнити, как в том же Counter-Strike, которое реально всё это, в общем-то, превращает в живую массу, которая действительно делает то, что интересно игрокам и то, что им нужно, но об этом чуть попозже. В этом видео я расскажу, что у нас будет в следующей, то есть уже 10-й версии игры, вот мы уже здесь видим 10-ю версию, что планируется сделать, какие-то популярные вопросы, я тоже на них отвечу, и также расскажу о концепции игры, потому что, ну, всё-таки не всем до конца понятно, потому что мы постепенно внедряем какие-то режимы, какие-то моменты. Пока что то, что вы видите, это реально даже, вот, наверное, не бета-версия, мы хоть и назвали, это открытый бета-тест, на самом деле это открытый альфа-тест, если быть точнее, потому что количество режимов, которые у нас присутствуют и планируются, оно здесь крайне малое. Давайте начнём с режимов, то есть вы сейчас видите, что у нас есть командный бой, закладка бомба, аим-дуэль, битва нам, это вот эти вот три режима, аим-дуэль, на самом деле эти режимчики, они такие, достаточно простые, они лишь сделаны для развлечения, ну, в общем-то, они будут в другом разделе. В этом разделе, в общем-то, когда вы нажимаете кнопку в бой, будет две вкладки, вот здесь, где вы видите кнопку выбрать режим, а здесь будет две вкладки, даже три, скорее всего. Короче, здесь будет очень много режимов, ну, реально, дохрена, это будет всё постепенно вводиться, потому что если на сегодняшнем этапе всё выбросить, там баги, тут баги, но я думаю, вы сами понимаете, что это только постепенно, только в развитии игры, которые мы вместе с вами, в общем-то, и делаем. Короче, на этом главном экране будет режим соревновательных игр, командный бой, закладка бомбы, напарники, именно паблик режим, потом также матчмейкинг режим, закладка бомбы, напарники, потом также здесь будут ещё режимы гонки вооружения, ну, в общем, стандартные режимы, которые всем известны и, в общем-то, понятны. Вторая окладка, пацаны, она будет из развлекательных режимов, и вот здесь уже интересный момент, я, кстати говоря, зашёл на ютуб, чтобы посмотреть комментарии, которые скопились уже под видосами, и смотрите, 22 лайка есть от чувака с ником Паркер, друг, сделай, пожалуйста, режим зомби эскейп, это будет просто пушка, ну, ты раскусил наши планы, у нас действительно будет очень много игровых режимов, поскольку я в них, ну, разбираюсь, я на них реально прожил достаточно много времени, можно так сказать, потому что когда-то, давным-давно ещё в Counter-Strike Source, я играл на зомби-карте в зомби-режим 27 часов, не выходя, не отключаясь, не дисконнект из сервера, раньше там можно было посмотреть, кто сколько часов без дисконнекта, и у меня было 27 часов подряд я гонял на зомби, поэтому я, в общем-то, реализую всё на хорошем уровне, и давайте расскажу, какие режимы планируются. Маньяк, Банихоп, короче, Маньяк, Банихоп, зомби, что у нас, серф ещё идёт, короче, все режимы, которые являются популярными, уже нами всеми обкатанными и любимыми, они, естественно, будут в игре, это будет привлекать новых игроков, и это будет держать игроков, которые, в общем-то, будут играть в нашу игру, и ещё самый важный момент, будет открытый мир, но по открытому миру отдельное видео придётся снять, потому что слишком сложно объяснить всё в одном видео, но открытый мир это будет вообще новинка в мире шутеров, и я думаю, если даже это и рассказывать, ну, действительно нужно отдельное видео, короче, и поэтому, если у вас есть предположение, как этот будет открытый мир выглядеть, я бы хотел увидеть уже комментарии сейчас, потому что какие-то из идей, когда у вас ещё нет представления, возможно, будет лучше узнать сейчас. Ладно. По режимам разобрались, их будет много, их будет три вкладки, третья вкладка по многочисленным просьбам, да и вообще по логике вещей, это будет вкладка, где можно играть с ботами, но в какие-то конкретные режимы без подсоединения к сети. Допустим, ну допустим, вы едете в автобусе, в самолёте, или где-то там, где нет интернета, или хорошей связи, чтобы просто стреляться, но у вас пинг не позволяет. Почему бы не зайти в игру в оффлайн-режиме, но так, чтобы с последнего захода у вас сохранились ваши скины с инвентаря, у вас был отключён функционал онлайн, ну то есть там вся социалка, друзья, обмены, естественно, но вы могли поиграть с ботами в закладку бомбы без интернета, why not, да? Почему бы не сделать так, чтобы вы не могли побанихопить, да? Без онлайна. Можно сделать такое, и это будет сделано, мы к этому прислушались. Да я и сам хотел бы просто реально так открыть, зачем подключаться иногда к интернету. А вот скинчики, со скинчиками погонять против ботов, ну это не кринж, так хочется. Так что этот вопрос тоже, в общем-то, решённый у нас. Ладно. Дальше, следующий вопрос, который у нас часто висит, я на него отвечал и писал, когда на айфонах. Вот, вот айфон 12, я запускаю, вот вы видите, игра запускается, вот здесь кнопка войти, ну блин, я немножко по-китайски снимаю, но ничего страшного. Вот, я залогинился, то есть девятая версия доступна, но у неё есть тут баги, которые мы не смогли быстро исправить, поэтому как раз таки айфон, вот тут девятая версия, будет с десятой версии, но я уже как бы на айфоне могу играть спокойно, вот если что. То есть айфон уже, уже максимально решённый вопрос, и как бы с ним проблем не будет. По десятой версии, первично, что мы сделали, это обновили систему регистрации урона, теперь она реально лучше стала по отношению к восьмой версии, в девятой стала лучше. То есть когда мы играли с вами, по регистрации урона мы сделали реально хорошую работу, я считаю, мы сделали систему, я не буду раскрывать её подробности, по понятным причинам, но в общем, она работает, мне бы ещё попадать было бы неплохо, блин, мне надо выключить сейчас кое-что. Ого, чувочок зашёл, кстати, у нас в игру подключился. Здорово, дружище. Да, если вы не видели, с прошлого видео мы здесь очень много изменили, графика у нас, у-ю-ю-ю, куда это у нас? Я не смог его перестрелять, но урон я ему наносил. Короче, теперь можно попадать на ходу в персонажа, в модельку, и это будет засчитывать с учётом тикрейта, с учётом всех особенностей, но меня чел перестреливает вообще по-жёсткому с мобилой, потому что я сейчас разговариваю. Но перестрелять разрабов с мобилой, ну это же просто позор, да? Такой был случай, я зашёл на АИМК, у меня чел с мобилой перестрелял, а я играл с редактора с мышки. Ну, то есть, я не знаю, кто вы монстры, но это прикольно. В всяком случае, я не бомлю, а наоборот радуюсь, что реально игрокам удобно управление. И по удобному управлению на мобилке прям вот я сделал, настроил его так, как вот максимально удобно было бы всем игрокам, и при этом при всём кайфово играть. То есть, скачая сейчас версию, у вас уже не будет проблем восьмых версий и предыдущих, когда там было управление, как на гонках, как вот оно ватное было, и мне тоже не нравилось, но какой-то сложный процесс про настройки, вы бы знали, очень много пунктов, которые нужно отнастроить, вплоть до того, что когда ты дёргаешь пальцем сильнее или слабее, этот момент тоже теперь учитывается. Вот. Как вы видите, графика на карте обновилась, мы улучшили графику, при этом это не задевает у нас оптимизацию. Блин, что-то я боюсь, что тут панда меня тут обстреливает, как не знаю что. Так, последний выстрел остался. Блин, у меня перезарядка, я просто сдох. А он ещё и умный броню покупает, на этом режиме успевает. Вот, да, моменты, когда можно перестрелять. Это от сервера зависит, мы долго над этим парились, а это от сервака зависит. Нам нужно просто поменять расположение сервера, мы поменяем расположение сервера, и игроки из других стран, у которых есть проблемы, смогут также зайти. То есть, это вопрос сейчас уже в целом решённый. Вот, сейчас произошёл момент с залагиванием сервака, вот вы видели. То есть, это исправится просто переездом на другой костин, на другой сервер, потому что, ну, что-то он чудит, и поэтому такие баги вылазят. Именно по этой причине, в общем-то, вылезли другие баги. Ну, если бы этого не было, мы бы их не обнаружили. Они были микроскопические, но зато уже все исправлены. Также исправлены баги с бомбами, которые были в режиме закладки. Вот. И по картам также доработали. Здесь стало чуть по графу нести, появился и туман, и, в общем-то, ещё моменты. Но это ещё не финальная картинка, во всяком случае, она со временем становится лучше и приятнее. Мне, на самом деле, сейчас нравится, не стыдно даже из компа постреляться. Вот. Важный момент по оптимизации тоже был здесь сделан. Сейчас выведу на экранчик. Теперь карты оптимизированы, куда более серьёзнее, чем это было сделано до. То есть, сейчас максимально карты срезали. То есть, например, если вот сейчас в данный момент прорисовывается вот так, то оттянув камеру, вы видите, что объекты пропадают. На таких маленьких картах этого раньше не происходило, но даже на этой карте, King Yard, которая сама по себе и так оптимизирована, она немного полигонов из себя представляет. Вот. Вот вы видите, пропадают объекты. Если, в общем-то, оттянуть, и вот там вы видите такие квадратики, которые, в общем-то, именно ваш ресурс использует. То есть, вот здесь всё, что за сценой не используется, это важный момент, который сильно облегчает и увеличивает FPS. Ну, тут как бы баг созданный небольшой. Момент номер два. В десятой версии, если мы успеваем сделать, будут введены ежедневные награды, семидневные в том числе и ежедневные. В общем-то, отыграв, допустим, вот здесь 45 минут, вы получите кейс или какую-то, например, валюту, голду, может быть, даже сделаем в некоторых случаях. В общем, в каждый день будет разная награда в зависимости от дня и, в общем-то, за этим проще следить в Телеграме, потому что, если будет какой-то жирный, какая-то будет жирная награда, то, в общем-то, вы об этом узнаете в Телеграме. Достаточно будет зайти в игру, отыграть какое-то время, может быть, в конкретном режиме, то есть, всё это настраивается. Это важный момент, с которым интереснее играть. И далее. Улучшенная система боевых пропусков. Мы придумали, что уровни, которые у нас есть, если их просто 30 уровней, если их просто и хапнуть, это скучно. Каждые вот эти вот уровни, они будут как сезоны, причём не являясь батл пассом. То есть, когда будут реальные батл пассы введены, будет и уровневая система, и батл пасса. То есть, вдважды, вдвойне интересней, вот, можно будет купить прокаченные уровни, образно говоря, и получать улучшенные награды, в том числе, эксклюзивные кейсы, и так далее. Вот. То есть, уровни будут куда интереснее, вот, и они будут посезонными, то есть, как это сделано в Валоранте, сезон там закончился, уровни сбросились, и здесь будет та же система, и в новом уровне. Ранги будут, возможно, и называться по-другому, и картинка у них будет интереснее, и давать они будут свои плюшки с каждым, в общем-то, сезоном разные. Ну, для того, чтобы вывести на сезон, нужно, в общем-то, игру вывести в релиз, естественно, но это уже, по сути, сделано, вот, нарисовано. Это, кстати, вы видите здесь иногда старое, то есть, вот иногда, менюшка выглядела так, а потом уже стала выглядеть вот так. Вот. Важный момент с управлением, да. Последнее, что мы не закрыли для удобства игроков, это управление. И управление, именно переключение оружия у нас, оно происходит с вайпами влево-вправо, вот, сделал я так, поскольку мне так было удобнее, и других систем-то я и не знал, если честно, я во все шутеры играл влево-вправо, но еще в папку мобайл знал, что есть слоты. Слотовая система поинтереснее. Вот, смотрите, здесь у нас будет два варианта на выбор, если мы так же успеваем это в десятой версии сделать, как минимум мы сделаем вот эту версию, когда вы зажимаете вот здесь по привычному и по консольному оттягиваете в какой-то из слотов вот такое вот менюшка, здесь будет у вас, например, USPIC, здесь ножик, и это будет удобно. Зажал, выбрал, зажал, выбрал, и, в общем-то, это все быстро будет выбираться. Но если вдруг и это слишком тяжело, то на выбор в настройки заходите, и у вас появится вот такая быстро доступная слотовая система. Это основной слот с винтовками, этот слот будет с пистолетами, этот слот будет с ножиком, вот, и это будет тоже удобно. Я думаю, на выбор либо то, либо другое, если сделать, будет вообще кайф максимальный. И также эти кнопки, когда делаем, выведем в кастомизацию, чтобы можно было выбрать место, в котором они находятся, чтобы было еще удобнее. В данный момент это, в общем-то, не выведено, хотя сделано. там нюансы наложения слоев, как раз таки, которые у нас просили, так, чтобы, например, можно было вот так вот кнопку присядки сделать и выстрелы, чтобы ты нажимал, и они обе прожимались одновременно. Это тоже делом сейчас, в данный момент, вот, это тоже будет реализовано. Вот, например, Чел пишет, сделай как зону за бизнес, как в Радмире. Вот момент с открытым режимом, вот он будет крайне интересным, вот задумка, которая у меня есть в голове, я еще пытаюсь до конца сформировать, но она реально, пацаны, интересна. Ну, то есть, это будет развал, я вам отвечаю. Если даже вот вы не умеете стрелять, не хотите в матчмейкинг, и на зомби-серваках вам надоело уже бегать там, и в маньяка вы поиграли, и на банихопились, будет открытый режим, в котором вы, чтобы было интереснее играть, у нас будет система, назовем ее так, система профилей, точно 100% она будет так называться, ну, и она будет как некой социальной сетью, где игроки могут оставлять гневные или одобрительные комментарии по поводу того или иного игрока, как это сделано в том же стиме на страничке, только куда более удобно, и внутри интерфейса будет лента, видна инвентарь, если человек готов показывать свою витрину предметов, также можно кинуть оффлайн-обмен, будет в будущем, написать сообщение, добавить в друзья, пригласить в лобби, звание, история 5 последних игр, его рейтинг, и команда, в которой он состоит, именно команда. В игре будет система кланов, но мы подумали, кланы как-то, ну, типа грустно, скучно. Ну, какому игроку сейчас, в 24-м году, интересно состоять в клане? Как по мне, это такой рудимент, пережиток, типа, прошлого. Блин, я там в 2009-м году еще играл в Самп, и там были кланы, я там тоже состоял, у меня даже сайт древний все еще работает, по моему клану, но это как бы такая устаревшая движуха. Если подумать, чего хотят игроки в онлайн-шутере? Ну, вот чего они хотят, именно в рамках объединений? Соревновательный. Мы должны закрыть все баги на режиме с бомбой, естественно, это основной соревновательный режим, вот, но они уже закрыты, но все равно всплывают иногда новые, которые, например, зависят от того, как регистрируют сервак. Если он залагивает, на пинг хотя бы больше 1000, появляются баги, и от них нужно тоже избавиться, чтобы, ну, во всяком случае, такого не появлялось. Пинг 1000 тоже пинг, сами понимаете, с ним можно играть. Но самое важное, я отвечу на вопрос, чего хотят игроки? Ладно, я не знаю ответ на этот вопрос, я за других не решаю, но тем не менее. Я бы хотел, зайдя в игру, чтобы я мог официально внутри этой игры создать свою киберкоманду, именно команду, а не какой-то унылый клан или семью там. в игре, в которой надо стреляться и соревноваться, когда есть возможность создать свою команду, как вы видите. Создайте свою команду, вот у нас есть уже прорисовочка, в которой вы дали, вводите название клана, ну, осталось еще как бы старенькое там от дизайнера, но тем не менее, создание команды. Ставите логотип команды, название, регистрируйте, сделаем ее за серебро, наверное, скорее всего, либо за голду, у кого чего больше будет, по возможности за то и заплатите. Все-таки, ну, делай только за голду, это сразу как бы, да, донатная помойка, если так-то подумать. Так что, тоже вариант такой, не очень. А вот за голду или за серебро на выбор, нормальный вариант. Серебришку надо нафармить, наиграть или налутать в открытом режиме, вот, моментик. Ладно, турнир. Естественно, будут турнирные сетки, я планирую даже несколько турнирных сеток, кто играет похуже будет, в одном дивизионе, допустим, в третьем, кто играет получше, в первом будет сражаться. И команды будут набивать победы, поражения, КД, и максимальное количество бойцов в команде будет 10. То есть, не будет кланов на тысячу человек, в котором там все, вот, все они клан-тек зарегали, и все там довольные с ним бегают, и никакого импакта в него не приносит, и преимущества никакого не дает, это тоже, как бы, по сути. Вот 10 человек. Зачем 10 человек? 5 основной состав, 5 запасной. Когда, например, у какой-то команды наступает время сыгровки, и, например, пятого нету, то он, они могут из запасного, в общем-то, взять, дернуть, там, позвонить, я не знаю, ну, короче, это вот такая система, которая максимально, хотя бы, я не знаю, это может получиться реально классно, но дает вайп ощущение, вот именно соревновательный такой, кулачковый, прям, когда хочется. Ну, я бы прям в это играл сам сутками напролет, когда ты свою команду зарегал, и ведешь ее вперед по турнирной сетке, и ты понимаешь, что ты не просто какой-то говенный клан качаешь, а ты команду, ну, ты прикинь, ты мамке скажешь, у меня команда строя в игре, и мы там, блин, в турнике выиграли, ну, и вы дальше уже понимаете, в турнике призовые, в турнике возможности, все от игры зависит, и от вас в том числе, идея, я считаю, пушка, то есть, если вот вам она зашла, обязательно напишите, что вы по ней думаете, вот, вот такая вот страничка пока нарисована, у команды будут награды, то есть, кубки какие-то, медальки, какие-то еще моменты, которые вы, соответственно, будете выигрывать, бойцы основного состава, вот здесь видны, я думаю, это просто развал, ну, это естественно, не в 10 версии, то есть, тут надо серьезно поработать, ну, я говорю вам, какие планы, также, если вы не видели, кстати, мы сделали сортировку, можно сортировать предметы на рынке, то есть, это тоже важная кнопка, вот такая вот, менюшка мне очень нравится, то есть, я вот ее сидел, тут там, как и каждый пиксель, листочком вот так вот, к монитору прикладывал, выравнивал, вроде все нормально получилось, вот, доработаю еще, окно осмотра, вот так вот, выглядит оно сейчас, но мне кажется, надо его доработать, плюс, как говорят, задний фон у некоторых лагает, чуть переработаем, эффектиков накинем, и хочу сделать еще вот здесь, разное освещение, ночное, утреннее там, ну, короче, чтобы вайбовенько было, но покупать мы еще не будем, я сейчас кейсы хочу покрутить, кстати, к слову, у нас пока система рангов сделана так, но она максимально костыльная, для тестов, то есть, протестировали все нормально, где были баги, исправили, то есть, она работает, дальше, вот вы видели сами, как она будет выглядеть, ну, и больше интересных вещей, мы туда закинем, давайте я проспойлерю некоторые скинчики, которые у нас тут будут, ладно, чуть позже гляну, а, добавили, естественно, агентов на рынок, можно купить, и некоторых мы показали раньше, чем должны были, ну, почему бы нет, вы их и так видели, тут как бы ничего нового, потом уже будут в дальнейшем загружаться классные, интересные моменты, и также по картам, давайте какие-то спойлера, что ли, покажу вам, в общем, мы работаем в данный момент над картой, выглядит стилистика карты, будет вот примерно так, то есть, ну, стараемся, по крайней мере, сделать, вот такой вот интересный, ландшафт и локация будет у нас для режима командный бой, он сейчас, в данный момент, самый популярный, да и вообще на мобилке самый популярный, в целом, чем закладка бомбы, куда приятнее зайти, постреляться по быстренькому в командный бой, залутать, что-нибудь заформить, и получить, в данный момент выглядит вот так, и точнее, выглядело две недели назад, я думаю, карта уже доделана будет, не знаю, увидим, наверное, в 10-11 обновлении, также, следующий момент по режимам, у нас в игре есть карта, но которую мы еще не успели доделать, называется она Альмер, насколько я помню, мы еще название не меняли, но она компактной получилась, ну, давайте я вам ее покажу, все-таки открою, но она реально немножко кринжатиной отдает, сразу говорю, как оказалось, сделать карту быстро и легко, невозможно, вот, ее нужно дорабатывать, ее на ней нужно играть, играя в основном я с тестерами, или один на один, и ты понимаешь, что здесь надо перекрыть, там перекрыть, это все такой момент, не быстро, но тем не менее, я вот тут спойлер покажу, это вот она вот в альфа-версии, когда она будет уже нормальной, вы вот угарнете, когда увидите это видео, подумаете, е-мое, вот это, вот это кринжатина, здесь бы я не играл, вот, а так, вот сейчас сами смотрите, здесь спаунтеров, здесь у нас плент А или Б, ну, скорее всего, А слева А, справа Б, мы такой тактики придерживаемся, не знаю, не понимая, А или когда слева ставит Б плент, это тяжело, мне тяжело реально, справа Б всегда, слева А, вот так привычней, это А плент, назовем его так, здесь перемычка, она взята, концепция, короче, эту накидывал карту я, еще там вообще давным-давно, и вот этой вот перемычкой, я вдохнулся с валоранта, не помню, какая карта была, но там перемычка прям игралась приятно, вот такой вот выход, здесь у нас плент, справа перемычка, чем-то, чем-то отдаленно, можно сказать, что это Мираж, есть окно, это уже Сэнстоун, по сути, можно сказать, вот здесь все, что нужно, и привычно, и даже туннельчик, то есть многоуровневая карта, вот сейчас без теней вы ее даже видите, вот вы поймете, когда будут тени, ну это не тени, это говно, если что сейчас, когда будут тени, тогда вы поймете, что карта будет выглядеть классно, пока она выглядит диффузски вот так, вот, вот здесь сыровато, Вот здесь все сыровато выглядит То есть это все сейчас дорабатывается, дорисовывается Чтоб это выглядело красиво Просто в такой кринж как-то, ну, не хочется Стрелять, заходить Но особенно вот этот плент Он тут вдохновлен картой Италия Вы видите, здесь много лишних объектов Вот типа арбуз, ну зачем он Планировалось, что их можно будет разбивать Типа вау-эффект, как в CS Source в том же Но на нагрузку, на процессоры Это лишний раз накидывать Еще вопрос такой, как бы, нужно это или нет Ну хотя бы один арбузик, может быть, и сделаем Вот, здесь вот такая перемычка Не знаю, мне вот, честно, не нравится То есть это все вот это Вот это здание полностью переделывается Здесь будет, типа, гаражный комплекс В котором, типа, тачки будут стоять Хоть как-то будет отличаться А то слишком однотипное здание Но карта выглядит, на самом деле, классно Так-то, если подумать Здесь КТ Респа Соответственно, они здесь появляются Вот И карта компактная, маленькая И вот играть ее 5 на 5 Ну, это слишком быстрые раунды, моментальные То есть тиры забежали Хоп, все, перестрелочка на меду И все, это уже как бы погиб То есть ее чисто пушить можно вообще моментально Хотя, с другой стороны, для мобилки Может быть и самое то И пока эта карта есть Было два варианта Либо сделать ее напарники Либо сделать новый режим Закладку тоже бомбы Но напарники уже были Но ни в одной игре не видел Чтобы можно было играть 3 на 3 Почему 3 на 3? Вот, например Вот три друга собрать всегда легко Вот если подумать, да? А вот пятерых Ну, это прям надо вот постараться Реально Как часто, вспомни Вы в пятером с друзьями Всей командой брали и играли И вот режим для тех, у кого друзей, так сказать Немного Но хочется всем стаком Именно только друзей сыграть Без лишних рандомов Двух, которые будут руинить Вот вас трое На вас вся ответственность Мы решили, что нужно еще сделать Ввести режим 3 на 3 На таких компактных картах Поскольку По одному игроку На одну линию Как раз таки и хватает Здесь на таких компактных картах То есть Чтобы держать А плент Здесь по сути Немного позиций Достаточно одного игрока На мид одного И на б плент одного И также на раш То есть она максимально компактная Игровая И вот что вы думаете По поводу режима 3 на 3 Тоже хочу узнать Поскольку Пришла вот эта в голову идея Что я даже сам вспомнил В тот же паб Всегда Четвертого нет В ту же кэску У вас либо трое, либо четверо У вас какой-то рандом Он то АФК стыд То тупит Зачем это надо Я тоже не понимаю На мобилке Тем более еще сложнее Это собрать Поэтому в общем-то Хочется узнать Ваши комментарии Ну и вот вам Показал карту Вообще по задумке Она вот так Ну точнее она будет выглядеть Вот так Плюс помягче тени Вот И так же будет выглядеть мид Но она вот дорабатывается Детализация Меня в данный момент Не устраивает Хоть и классно На самом деле Реально классно Так-то если подумать Вот даже коврик тут есть Милкие детали Ну что-то еще надо здесь делать Как-то она вот отдает угловатостью Так же вот карта Для режима тренировок Эта карта будет в офлайн Она еще в процессе работы Это ангар В котором вы можете Пострелять по ботам Внутри ангара Так же можно снаружи Пострелять в двух разных ситуациях Боты на вас идут Вы по ним стреляете Так же там можно Внутри попрыгать Сюда-сюда залезть В общем-то все механики Протестировать Вот здесь можно Паркур свой оттестировать Можете ли вы там На такую дистанцию прыгать Или нет И в общем Разные ситуации Здесь по обыгрывать И дальше Наработку этой карты Как раз таки Можно будет Пустить на карту Для игры в маньяка Как бы будка есть Дом основной есть Вы сами понимаете Игра в маньяка На этой карте Вот важный момент Который я чуть не забыл В игре будет новый пистолет И достаточно интересная модель И давайте объясню концепцию Оружия которые у нас есть в игре Они узнаваемые Я хотел сделать так Чтобы не было бесполезных пушек И не было совсем тоже странных Непонятных То есть у нас Пушки которые всем известны То есть по CSGO По другим играм Вот Некоторые измененные У нас какие-то из PUBG AS52 точно из PUBG K74 Новая модель Выглядит куда интереснее И как бы Логичное продолжение Какие пушки будут дальше Пистолет Макарова В данный момент уже почти доделан Он сейчас пока не стреляет И нельзя кнопку отсмотра сделать Ну это буквально еще пару часов Я поработаю и доделаю Он сделан для баланса То есть смотрите Если мы зайдем за А тут я не могу зайти Сейчас Зайдем за КТ Если мы заходим за КТ Ну я уберу У нас было 4 пистолета За сторону защиты 5-7 Диггл П-320 Которые за все стороны Универсальный такой Типа чуть лучше среднего 5-7 бронебойный Диггл Ну прям со всем имбасом Вы понимаете И юспик А вот затеров Было 3 пистолета Всего доступно В том числе Глок Который так стандартный Вот И было логично Закрыть эту несостыковку Хорошим и интересным Пистолетом Для стороны атаки И конечно же Стоял вопрос Сделать Тек-9 Тек-9 Вот Привычная модель Но Макаров В совокупности С АК-74 Он хорошо вписывается В концепцию Ну и изначально Это задумывалось так Вот И вот такой вот он выглядит Компактный пистолет У которого есть ряд преимуществ Первое преимущество Которое Мы выкинем В свет Каким оно есть Как вы замечаете Бег С ножом И с Макаровым Равен Полной скорости То есть Точно так же В том же Контерстрайке Можно со скаутом Бегать С той же скоростью Ножа Вы это помните Еще со времен 1.6 И здесь Мы ввели ровно Ту же систему То есть Для стороны атаки Крайне важна Скорость передвижения Поэтому Какой пистолет Взять для этого Конечно же Макаров 8 патрон Зато каких В общем Понастраиваем сейчас И решим Далее отправим На тесты И по отзывам Посмотрим Не сделали ли мы ее Слишком динсбалансной Нужно ли ее понерфить Или наоборот Бафнуть Вот Ну давайте еще раз покажу Все таки Я думаю интересно Новую пушку Посмотреть всегда интересно Вот Скинчики на нее Доделываем первые Вот анимация Перезарядка Мне нравится Такая прям шустренькая Чик-чик-чик Вот И такую же я хочу Планирую вот Кстати перенести На дигл Перезарядки Она мне прям нравится Красиво Потому что у нас на дигле Богована анимация Вот То есть он Затвор нормально Вздергивает Хотя перезарядка Нормальная Но вот осмотр Дерганный Я поправлю Часные жалобы были Вот Кстати Что еще мы сделали Новые анимации На М4 мы сделали Да Новую карту добавили Но это все было Об этом уже сейчас Наверное поздно говорить Но на блок-аут зайдем Все-таки это карта Вторая для командного боя Вот Если на нее зайти Кстати Она вот такая вечерняя Не знаю Многие ли заметили Но У нас здесь горят фары У автомобиля Также Левый поворотник У этой жиги С номерами жопа Если вы вдруг не поняли Да Пасхалочки Вот Появилась также Легкая дымка Которая атмосфера Я бы Не знаю Она не мешает Игровому процессу Но атмосферу Прям Такого студенного Вот Конец августа Начало сентября Вечера Задымленного Смога Большого города Тем более Это заводская Территория Добавляет Прям неплохо Но при этом При всем Давайте Вот я выключу Просто Чтобы вы понимали Мелочь А вот На самом деле Приятно Как говорится Вот так Без нее И вот Так С ним Ну Очевидно Что картинка Становится Мягче И приятней При этом Нагрузки Никакой Не имеет И так же Вот здесь Если вы вдруг Не видели Это все та же Карта Миромаш Но в общем-то Взаимосвязанная И под нее У нас есть Скин То есть У нас Под карту Вообще Как планировалось На рынке Если вы У нас Вот такая МКСССР И многие Угорнули Но на самом деле Она Как раз таки К Миромашу Перерабатывается Вот эта зона Куда более интересно Вы видите Здесь совмещенное Это здание Чтобы отыгрывать Было удобней В общем Все работает Вот так Вот общий план В данный момент Этой карты Выглядит Она реально Классна Так-то Если подумать Ну Вот такой Вот С52 Еще дорабатывается Тоже прикольный На Ну На эпичное Сойдет Качество Если честно Еще думаем Какое качество Ну Такой У нас С52 Типа Кости С мясом Тоже Прикольно Вот такой Вот Мак Тоже Классно Выглядит Тут Он даже На тайна Тянет Это будет Скорее всего Под коллекцию Карты Которая Для дэтмача Будет Которая Я вам Показывал Также Такой же Мак Будет В окраске Гоярд Который Уже Есть у нас В игре Который Переливается Чтобы были Взаимозаменяемые Скины Какие-то Чтобы можно было Хоть как-то Их там Между собой Сочетать Вот так Вот выглядит Сейчас у нас Шортган Гоярд Также будет У нас Мак Десятый Также Вот такой Калашик Тоже Еще Моменты С цветами Выбираем Ну Вроде Выглядит Классно Ну И будут Вот такие Скины Но Это уже Будет Относиться К открытому Режиму И Чуть попозже Вы поймете Зачем Они будут Нужны Тоже Интересная Деталь Вроде Вот прям Совсем Хуже Чем Ширпотреб Но Зато Какой Вайп От этого Всего Будет Потом Вот поймете Это Вообще Будет Разнос Так Ну И Кейсик Давайте Какой-нибудь Fire Dragon Например Откроем Чисто По приколу Вот Анимацию Тоже Я сейчас Переработаю Сяду И Будет Выглядеть Все Классно Почти Бабочка Пролетела На нам Выпал Mac 11 Riverside Тоже Кстати Выглядит Классно Он С 3D Эффектом То есть Вот эти Буквы Если Вы Видите Они 3D Если Вам Интересна Игра Если Вы Хотите Участвовать В разработке Прямо Сейчас Предлагай Свои Идеи Участвовать В общем-то Всяческим Активным Образом Конечно Наш Телеграм Канал Обязательно К тому Чтобы Вы Подписались Там Не менее Вот у нас Были Недавние Тесты На шестом Айфоне Вообще Игра Летает На айфонах Почему-то Оптимизация Пролетает Лучше Вот Парадокс Казалось На андроида Немножко Нужно Шаманить С архитектурами Потому что Очень Много Большая База Разных Процессоров На айфоне Они Одинаковые Сделал Одинаково Все Работает У всех Одинаково А вот На андроиде Все Появились Проблемы Которые Мы уже Почти 20 дней С момента Как мы Вышли В открытый Давайте Назовем Все-таки Альфа Тест По тому Количеству Багов Которые У нас Выявилось Вот Поскольку Я даже Не был К ним Готов Если Честно Когда Мы Увидели Эти Баги Я Чуть Немного Припух И Немножко В тильт Упал Ну Сейчас Уже Прошло Мы Все Пофиксили И наоборот Кайфовую Игру В которой Будут Перечислены Функции И в нее Просто Будет Интересно Играть Ну А мы Пошли Дальше Дорабатывать Делать Карту Для Открытого Режима Поэтому Не забывайте Свои Предложения И пожелания Написать До скорых Встреч Пацаны Пока